Накаленная пятница сегодня не только для валютного рынка. В напряжении прибывают и нефтетрейдеры, которые с опасением ждут встречи стран, входящих и не входящих в ОПЕК. Что произойдет уже на этих выходных? Заметное волнение среди инвесторов накануне стало известно, что Саудовская Аравия и Иран настроены скептично по отношению к заморозке добычи нефти, которая будет главной темой на встрече в Дохе. В связи с этим нефтяным котировки стремительно летят вниз. Так, североморская нефтяная смесь покинула сегодняшний максимум выше 44 долларов и торгуется по 42 доллара 85 центов за баррель. То же происходит и с нефтью марки WTI, которая просела до уровня 40,5 долларов. Экономисты не бьют тревогу по этому поводу, так как уверены, что нефть остановится на уровне не выше 40 долларов. Причем эксперты не ожидают скачка нефтяных котировок вплоть до завершения встречи стран-производителей нефти. О результатах совещания в Дохе будет известно в воскресенье, а пока не стоит обходить стороной ситуацию, связанную с зависимыми от черного золота валютами. Так, сырьевые валюты аналогичны котировкам нефти отправляются вниз против своего основного конкурента доллара США. Рубль, к примеру, падает против господствующей мировой валюты наряду с канадским долларом, который все еще пытается продемонстрировать рынку свое упорство. Ситуация в паре USDCAD может измениться вне зависимости от нефтяного рынка только в пятницу на следующей неделе, когда Канада опубликует базовые показатели по потребительским ценам и розничным продажам, а пока что волатильности канадской валюты будет управлять нефтяные котировки. Будьте в курсе новостей вместе с компанией Инстафорекс и мы желаем вам приятных выходных!